МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы говорим о важном и интересном, о том, что волнует каждого из нас. Это Омск. Здесь. Меня зовут Антон Парахин. Здравствуйте. И в ближайшие полчаса мы расскажем о главных событиях минувшей недели. Определились. Стала известна половина членов комиссии, которая будет отбирать кандидатов на пост мэра. Почему город может остаться без городоначальника? И что нужно сделать тому, кто метит в кресло мэра? Завалит снегом и затопит Омск в ожидании большой воды. Тревожные прогнозы метеорологов и спасателей. Поскользнулся, упал в суд. А мечи завалили юристов делами о травмах. Есть ли шансы выиграть процесс и на какую компенсацию можно рассчитывать? Идем на восток. Почему адмирал выбирал авангард и с кем, по прогнозу экспертов, ястребы могут сыграть в финале Кубка Гагарина? В минувшую среду в городском совете определили 6 из 12 членов комиссии, которые займются отбором кандидатов на пост мэра. Напомню, теперь городоначальника выбирают по новой схеме. Не все жители Омска, а депутаты горсовета. Этапов несколько. Моя коллега Ольга Качкро вникла в тонкости новой системы, а заодно и выяснила, как стать мэром Омска и что может помешать потенциальному кандидату на пост градоначальника. Из почетных граждан спикер городского совета Галина Горст выбрала коммуниста Анатолия Якуша. Он возглавлял летно-технический колледж гражданской авиации и единоросс Александра Новикова, экс-директор Омской медакадемии. Оба, к слову, в список почетных граждан Омска попали одними из последних в июне 2016 года. Со своими выборщиками определились и депутаты. Единая Россия выбрала руководителя фракции Николая Черакова. Также поступили коммунисты, либерал-демократы и эсеры. Выбирать мэра доверили Леониду Михаленко, Алексею Ложкину и Ирине Матвиенко соответственно. Когда еще шестерых членов комиссии назовет губернатор, начнется конкурс. Сначала 12 выборщиков примут и изучат документы от всех желающих занять пост мэра. На этом этапе, сославшись, например, на неправильно составленные документы, комиссия может не зарегистрировать ни одного кандидата. И конкурс начнется заново. Те претенденты на кресло мэра, у кого, по мнению комиссии, таких проблем не возникнет, попадут на собеседование. Это третий этап. По его итогам, голосованием определят победителя. Конкурс можно сорвать и здесь. Его отменят, если комиссия единогласно проголосует за одного кандидата или никого не поддержит. В итоге, из тех, кого отобрала комиссия, выбирать мэра будут уже все депутаты гурсовета. Опять же, если народные избранники единогласно поддержат одного кандидата или, наоборот, не поддержат ни одного из них, конкурс начнется заново. В городском совете обещают определить градоначальника к 19 апреля. И это будет первый за последние 20 лет не всенародно избранным Иромска. По мнению политологов, решение отказаться от прямых выборов связано с ослаблением позиции партии власти в регионах. Если представить, что в нынешней системе возникло бы желание проводить дальше прямые выборы населением, то весьма был вероятен, так сказать, новосибирский сценарий, когда все противники партии власти объединялись вокруг одной фигуры, как новосибирский Анатолий Локоть, и представитель Единой России проигрывал. Теоретически, и только теоретически, мэром стало стать проще. Если у вас есть желание занять кресло градоначальника, вам не нужно тратиться на избирательную кампанию и мучиться со сбором подписи для выдвижения. Необходимо иметь российское гражданство и омскую прописку. Даже судимость не помеха. Главное, чтобы она была погашена. Постоянно жить в Омске тоже не обязательно. Заявление нужно лично принести в городской совет, приложив к нему анкету о личных данных и свою программу работы на посту мэра. Ее можно изложить в свободной форме. Также нужны справки о доходах и расходах, о наличии или отсутствии иностранного гражданства и еще несколько справок. Все это мелочи. Главная задача добиться поддержки 12 членов комиссии, а затем и всех депутатов. А в методах убеждения горсовет депутатов не ограничивает. Главное, не нарушать закон. Ольга Качкурова. Омск здесь. Сразу несколько дорог в регионе из-за переметов оказались под угрозой закрытия. Трассу до поселка Нововаршавка сотрудники ГИБДД даже перекрывали из-за плохих погодных условий, но позже открыли. На занесенной дороге жаловались и жители поселка Береговой. На этой неделе из-за сильного снегопада замело дорогу, ведущую к Красноярскому тракту. Люди не могли добраться до Омска и, наоборот, вернуться в свои дома. В удручающем состоянии оказался и сам Красноярский тракт. На сугробу выше человеческого роста жаловались и жители микрорайона Ясная Поляна и села Красная Горка. Несколько аварий из-за последствий снегопада произошли и на федеральных трассах Омск-Иссель-Куль и Омск-Новосибирск. Дорожники по мере сил очищали магистрали для проезда. Ну а уже через несколько дней снег начнет таять, уверяют гидрометеорологи. Атлантический циклон принесет в регион плюсовую температуру. В начале марта она будет даже на пару градусов выше нормы. А к 20 числу стоит ждать серьезного паводка, отметил главный спасатель региона. Метро не затопит, а гидроузел не смоет. Однако 294 участка Омска могут быть потоплены, заявил Владимир Корбут. В первую очередь жилые дома в частном секторе, дороги и путепроводы. В прошлом году областные власти потратили 700 миллионов рублей на ликвидацию последствий весеннего паводка. Часть этой суммы – денежные компенсации для пострадавших от подтопления. Правда, некоторым для этого пришлось обращаться в суд. Отмечу, что мячи в последнее время стали чаще и настойчивее требовать компенсации. Только за прошедший год таких примеров десятки. Полмиллиона рублей за сломанный палец. Десятки тысяч за незначительные травмы после падения в подъезде. Год бесплатного обслуживания в клинике за некачественно оказанные услуги – это далеко не полный перечень требований. Чем адвокаты и юристы объясняют такой активности, как восстановить справедливость, расскажет мой коллега Данила Вожевский. Ангелина уже более 10 лет занимается бальными танцами. Год назад, возвращаясь с очередной тренировки, она поскользнулась и упала в спуск в подвал. Не было ни освещения, ни ограждения. Юная спортсменка повредила спину. У нас было запланировано большое мероприятие «Танцующий город». Я не смогла его посетить. Это было очень ответственно. Тренер, партнер, все родственники очень сильно расстроились, потому что это событие танцоры ждут в году очень сильно. Дальше я не могла посещать. Ну, выездные мы собирались на выездные турниры и омские. Мы не смогли посетить. Семья обратилась в суд с иском к управляющей компании. В качестве компенсации потребовали 80 тысяч рублей. Требования удовлетворили частично. Семье выплатили 20 тысяч. А опасный спуск в подвал все же огородили забором. За легкие травмы позвоночника и плеча Александр Осипов потребовал с управляющей компанией 18 тысяч рублей. Он поскользнулся на кафельной плитке в подъезде. Коммунальщики свою вину отрицают. Однако супруга пострадавшего настроена решительно. Женщина уверена, за халатность виновным придется ответить. Мы оплачиваем за содержание жилья ежемесячно по тысяче рублей. А несчастный коврик за 100 рублей никто положить не может, чтобы никто не ушибся и не разбился. Мы ждем положительного результата в том, что они одобрят иск в нашу сторону, в нашу пользу. Здесь дело даже не в деньгах, сумму мы небольшую представили. Прокуратуре говорят, что в последнее время подобные иски стали обычной практикой. Люди все чаще борются за свои права. Обращаются с требованием как к управляющим компаниям, так и к дорожным службам с требованием компенсации морального вреда и возмещения вреда здоровью в результате падения на аналиде. Как правило, в ходе судебных заседаний доводы истцов находили свои подтверждения и требования были удовлетворены. А здесь, прошлой весной, во время реконструкции улицы Ленина, амичка сломала мизинец на руке. Она шла по настилу из досок, запнулась, упала. В итоге травма. Девушка подала иск в суд и попросила взыскать с компанией подрядчика «Идеалстроя» 438 тысяч рублей. Ее жалобы удовлетворили, но частично. За моральный вред ей выплатят 35 тысяч рублей, а за утраченный заработок еще 25 тысяч. Но бывает, что дело и не приходится доводить до суда. Так, пациентка одной из омских поликлиник хотела подавать иск на врача, который вырвал ей три здоровых зуба. После жалобы Минздрав встал на ее сторону. Амичке выделили около миллиона рублей на установку протезов. В таких ситуациях, уверены юристы, важно своевременно и грамотно составить письменную претензию. Сделать это можно самостоятельно, а можно сразу обратиться за помощью к специалистам. Но бывает, что судьи сталкиваются с так называемым потребительским экстремизмом. Обычно это необоснованный иск с единственной целью – получить деньги. Но получается это крайне редко и становится очевидным еще до начала судебных разбирательств. Данила Выжевский, Павел Ходынский и Константин Демиденко. Омск здесь. 40% бензина и 60% дизельного топлива в стране – контрафакт. Об этом заявили общественники из Новосибирской автомотоассоциации, которая исследует качество автомобильного топлива. Сейчас они инспектируют заправки в центральной части России, на Урале и в Сибири экспертиза уже проведена. После рекламы расскажем, кого из омских чиновников и депутатов действительно можно поздравить с Днем Защитника Отечества. Оставайтесь на телеканале «Продвижение». Оставайтесь на телеканале «Продвижение». Оставайтесь на телеканале «Продвижение». HPIP. Город звучит. Хорошо там, где есть «Радио Дача». 101.0 FM в Омске. Радио Сибирь. Слушай себя. Это Омск здесь. Двигаемся дальше. На этой неделе в стране отметили День Защитника Отечества. Мы заглянули в Дембельский альбом известных омичей. Оказывается, что до госслужбы многие из них прошли испытания службы армейской. Кто-то даже обманул врачей военкомата. Нет, не чтобы не служить, а наоборот, чтобы попасть в желанный род войск. Армейские байки депутатов и чиновников выслушал Дмитрий Коканус. Я гражданин Союза Советских Социалистических Республик. Заместитель председателя законодательного собрания в Омской области Александр Артемов, как и его руководитель Владимир Варнавский, был призван в ракетные войска стратегического назначения. Я помню свой первый кросс, хотя вроде бы и лыжами занимался, и легкой атлетикой. Вот дался очень тяжело. Я до сих пор помню, когда нас завели обратно в казарму, я заскочил там к паильнику, вот, я выпил 52 пригоршни воды, чего никогда со мной в жизни после этого не было. То есть обезвоживание было такое, и, видимо, от всей души выкладывался. Так что вот эти 52 пригоршни воды мне запомнятся надолго. Министр природных ресурсов Александр Винокуров в армии сделал неплохую для срочника карьеру. Дослужился до сержанта, был оставлен в учебке, где обучал новобранцев основам военной связи. В армии ребятам буквально через одну-две недели не хватало продуктов питания, особенно сладкого, поэтому за сладким все всегда гонялись. И первые свои зарплаты все тратили. У нас это называлось чайник, у кого-то назывался чипок. Все бежали, покупали булочки, сгущенки, если что-то было сладкое. Игорь Антропенко. Срочную армейскую службу проходил в мотострелковой дивизии особого назначения имени Дзержинского. Чтобы попасть именно в это подразделение, пришлось пойти на небольшую хитрость. Была незадача. В средней школе уже было испорчено зрение, близорукость. Чтобы попасть в элитную часть, нужно было иметь стопроцентное зрение. Проблема в 88-м году решилась очень просто. Приобрел стеклянные контактные линзы и повторно прошел медицинскую комиссию, которая зафиксировала как раз отсутствие проблем со зрением. Первый заместитель мэра Сергей Фролов службу прошел в составе ограниченного контингента в Республике Афганистан. Одно из самых ярких воспоминаний – встреча с лидером афганской оппозиции. И вот там я обратил внимание, что все старейшины, которые разговаривают с командиром полка, по каким-то вопросам оборачиваются и спрашивают разрешение достаточно молодого человека, который, наверное, по возрасту буквально на 2-3 года старше бы у меня, «Панширский лев», который вполне мог стать и президентом Афганистана, который был однозначно повторить эту высшую кордай и всех остальных, но судьба распределилась так, что он был убит. Вадим Бережной продолжил военную династию, поступил в высшее общевойсковое командное училище имени Фрунзе. Географию страны знал не по учебникам, а по переездам после очередного назначения отца. Когда мы ехали в 81-м году на Дальний Восток, было тяжелейшее наводнение тогда, в Забайкалье, на Дальнем Востоке. И ехали мы почти 10 суток, размывало пути, под откос шли электровозы и паровозы. Взрослые мы ехали, собирали в лесу грибы, добывали на станциях оставшееся пропитание. В тамбурах сушились пеленки детей. И это была тоже такая фронтовая переброска, а по краям, когда выглядишь в окно, до горизонта была вода порой, и только из воды торчали сопки и сосны. Вот это такие воспоминания, скажем так, которые, наверное, никогда не изгладятся. Сергей Плисов, 23 года, прослужил в органах государственной безопасности. Участник контртеррористической операции в Чечне. В составе особой группы участвовал в поимке полевого командира. Получили сигнал, это село Комсомольское, у Русмартановского района. Произвели там проверка паспортного режима и всего остального. И напоролись на засаду, на очень мощный огневой бой продолжался в течение 11 дней. Потеряли трех человек спецназа УФСИН по Санкт-Петербургу, но, конечно, светлая память. Двое из них представлены героем России. Посмертно. Встреча между этими соперниками за мошенничество с бюджетными деньгами был арестован генеральный директор Дальневосточного клуба Илья Спокойнов. За результатами противостояния функционер будет наблюдать из СИЗО. Отразится ли эта история на настроении команды из Владивостока? Сможет ли адмирал одолеть мячей на первой стадии плей-офф? Об этом и многом другом поговорили с хоккейным экспертом, спортивным журналистом Андреем Блохиным. Приветствую, Андрей. Итак, может ли вот эта ситуация с гендиректором клуба как-то на атмосферу в команде повлиять? Или ребята думают совсем о другом? Я сразу скажу, что генеральный директор в адмирале это не столь весомая фигура, как может показаться из грозного названия должности. Там на самом деле другой человек все определяет. Его зовут Ильдар Мухаммедов, это бывший вратарь московского «Динамо». Теперь вот спортивный директор. Так вот, спортивный директор адмирала – это фигура номер один. Вот если бы с ним что-то случилось, тогда это была бы паника. А то, что произошло сейчас вокруг этого непонятного человека с тремя фамилиями, это имеет больше отношение к дальневосточным нехоккейным разборкам, чем, собственно, к игре и к плей-офф. Так что, насколько я знаю, на адмирал это никоим образом не помешало, и никоим образом на плей-офф это не скажется, на вступлении Приморского клуба в плей-офф. Ни для кого не секрет, что многие клубы перед началом, перед стартом плей-офф начинают там себе подбирать соперников. Почему адмирал? Почему мы решили сделать свой выбор в пользу адмирала Дальневосточного клуба? Ты знаешь... Или адмирал нас выбирал? Я думаю, что адмирал выбрал нас, потому что первый раз о том, что команда из Дальнего Востока, с Дальнего Востока хочет сыграть именно с «Авангардом», я узнал, знаешь, когда? Услышал впервые. В декабре прошлого года. Еще половина сезона не была сыграна, а ребята мои знакомые, близкие к кругам адмирала, сказали, нам бы хотелось сыграть в «Сомском». Нам сыграть в «Сомском» удобнее. Так все, ну и получилось. Перелеты весь чем удобнее? Почему? Смотри, там была какая-то ситуация. Либо они летят в Магнитогорск, что дальше и неудобнее, либо они летят в Омск, что ближе. И плюс манера игры «Авангарда», как считают в Владивостоке, она более приемлема для команды «Адмирал», потому что «Адмирал» — это игровая команда. Они не силовики, они не жесткие, они и сами играют, и другим дают. Твой прогноз на первый раунд плей-офф тогда, исходя из расклада сил? Что за нас, что за них? Что за нас? За нас более, скажем, такой качественный подбор игроков. За нас кубковый опыт, поскольку практически все игроки, собранные в «Авангарде», сейчас имеют опыт кубковых боев. И более, на мой взгляд, квалифицированный тренер. За них лучшая физическая форма. Я думаю, что, по крайней мере, в первых матчах «Адмирал» будет бежать быстрее, чем «Авангард», и будет стараться не переиграть, а перебегать нашу команду. Тем не менее, мне кажется, я рискну сделать прогноз, что серия затянется до шести матчей. 4-2. 4-2. 4-2 в пользу «Авангарда». И вот дальше начинается самое интересное. Потому что я думаю, что «Авангард» пройдет дальше, и в наших интересах болеть в зеленом дерби Салават Юлаев Акбарс за Уфу. Знаешь, почему? Почему? В случае, если Салават Юлаев пройдет Уфу, а это возможно, мы во втором раунде выходим на победителя пары «Борис-Трактор». А это гораздо проще, чем играть с Акбарсом. Как раз по этим игровым мотивам, о которых я говорил. И «Борис», и «Трактор» – команды игровые. Команды, которые и сами играют в хоккей, и другим дают. Мы помним несколько сезонов назад, когда ребят как-то грузили по-другому, о чем ты говоришь. И в плей-офф они вошли как-то не на пике формы. Вот к нынешнему плей-оффу «Авангард» в какой форме подходит? На мой взгляд, если судить по двум последним матчам, которые «Борис-Трактор»… А можно ли по двум судить последним? Вот как раз это с точки зрения, скажем так, подводки команды, надо смотреть как раз на два последних матча. Потому что два последних матча плюс еще процентов 20 мы даем, и мы увидим, в какой форме команда. Команда сейчас не в оптимальной форме, но она на взлете. И это главное. «Авангард» должен набирать уже по ходу первого раунда плей-офф. Я думаю, что настоящий «Авангард» мы увидим в выездных матчах во Владивостоке. В целом, если кратко, вот с ребятами успел поговорить, какая атмосфера в команде сейчас перед матчем плей-офф? Как настроены? Ты знаешь, я общаюсь с игроками достаточно плотно, с некоторыми. И я должен сказать, это не банальные слова. Давно такого хорошего коллектива в «Авангарде» не было. Не секрет, что в прошлые годы команда была раздираема по такому местечковому принципу. Омские против неомских, русские против легионеров. Неявно, конечно, но... За, тренер или против? И это было. Неявно, конечно, это явно никто не показывал. Он просто заходишь в раздевалку и видно, как они разбиты по кучкам. Сейчас все вместе. Сейчас, да, тут я должен сказать, что спасибо, во-первых, капитану Медведеву, который сумел команду объединить, во-вторых, неформальному лидеру Николаю Лемтюгову, которому есть что доказывать. Вот этот плей-офф должен стать плей-оффом Николая Лемтюгова. Я персонально буду болеть за этого парня, за Лемтюгова и за Валю Пьянова. В Пьянову никто не верил. Над Пьяновым смеялись долгое время. Пьянова забраковали в Новосибирске. Сейчас Пьянов является в 25 лет кандидатом в национальную сборную России. Это их время, это их плей-офф, и они должны сказать свое слово. Они должны стать лидерами нашей команды. Я повторю свой прогноз. Не прогноз, вернее, пожелание. Я буду счастлив, я буду доволен, если команда «Авангард» выйдет в финал Кубка Гагарина. Удастся добиться большего. Слава Богу. Все же, спасибо, Андрей, и будем болеть за ястребов. «Авангард» вперед. После рекламы расскажем, как рок-музыканты в Сибири с помощью подручных материалов создавали эффект стадионов. Оставайтесь на продвижении. Продолжение следует... HPIP. Город звучит. Хорошо там, где есть «Радио Дача». 101.0 FM в Омске. Радио Сибирь. 103.9 FM в Омске. Это Омск здесь, мы продолжаем. Его песни до сих пор поют не только поклонники, но и перепевали легендарный Месси Фатак. 9 лет назад не стало Егора Летова, создателя гражданской обороны. Его называют патриархом сибирского панка, который для многих стал смыслом жизни. Мой коллега Дмитрий Ковалев расскажет, как и где зарождался сибирский рок и о том, кто пришел на смену легенде. Станислав Зинченко и его друг Константин Терещенко еще школьниками пропадали на ночных концертах. Ходили на квартирники, пробовали играть сами. А первые кассеты перезаписывали десятки раз и передавали из рук в руки. Так расходились и записи гражданской обороны. ПОЮТ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ Ну, как бы хотелось какого-то хардкора. Ну, как бы, да, там, Металлика, все остальные, как бы, ну, группы, как бы, да, они, ну, как бы, сказать, что финансовые такие, как бы, такие вот. А вот Летов, как бы, из простого, да, тем более наш, из земля. Можно сказать и идол, да, потому что многие даже такие люди, как Шевчук и Кинчев Константин считают, что все-таки это такой прям настоящий панк-рок, не изменяющий себе ни в чем, вот. И такое пронесшее свое творчество, в принципе, до самого конца. Гражданская оборона была культовой группой. Именно поэтому, когда в 2008-м ее лидер умер, по официальной версии от сердечной недостаточности, многие посчитали, эпоха сибирского рока закончилась. Но песни Летова до сих пор продолжают играть молодые музыканты. Летов, как музыкант, очень профессиональный, на самом деле. Несмотря на то, что гражданскую оборону принято считать музыкой трех аккордов, в принципе, сам Летов говорил, что мы играем три аккорда, но мы играем правильные аккорды. На самом деле, если разбирать более глубоко, там очень сильно все это написано, он очень сильный мелодист был. Ну и в первую очередь, конечно, он был интересный, весьма самобытный поэт, аналогов которому, я считаю, нет. Вдохновленные успехом групп питерского рок-клуба и свердловских музыкантов, бунтари из Сибири перепаивали старые усилители. Копили на электрогитары «Урал» полулегально репетировали в местных домах культуры или в квартирах и даже придумывали звуковые эффекты. В унитаз микрофон ставят, сливают воду, и там получается такой пшшшшшшшш как бы, знаешь, как на стадионе толпа там, ва-а-а. Сами слушали, да, круто, круто. Ну и альбом, разумеется, каждая репетиция – новый альбом. Как Чукчи. Каждая репетиция или концерт могли стать последними. И все же в соседнем Новосибирске в 80-е годы появились десятки групп. Но успеха добились единицы. Мы все посещали концерты, вот эти подпольные, когда приезжали уже. Для нас они уже были мэтроты. И Майк Науменко, и Цой, и Башлачев, и Шевчок. На квартирах. На квартирах, в каких-то кафе так договаривались. Все это было очень, как это сказать, революционно, подпольно. Сегодня местные рок-группы в лучшем случае играют в пабах или записывают треки для себя и немногочисленных поклонников. Уехавшие в Москву музыканты не находят коммерческого успеха и растворяются в шоу-бизнесе. Говоря словами Летова, отряд не заметил потери бойца. Дмитрий Ковалев, Ольга Маховская, Павел Ходынский. Омск здесь. Слушайте только качественную музыку и до встречи через неделю.